Это Никита. Кунг-фу как вид боевого искусства он начал постигать недавно. Занимается второй год. Обучение проходит в онлайн-режиме. Когда я по ютубу давно слышал про кунг-фу, а потом тут папа решил нас записать на кунг-фу. И я был согласен с этим решением. То, что ты показывал здесь, как это называется? Это называется второй базовый 20 рук этих Чан-Тюань. За это время мальчик успел стать чемпионом республики Алтай. Вчера занял первое место в своей категории. Соперники оказались достойными. Всего на турнир приехало 169 участников из 270 заявленных. Причина – эпидемиологическая обстановка. Мы вот уже третий раз сюда приехали, и у нас сколько? Четыре участников. Техника формирует навыки самообороны, чтобы каждый человек смог за себя постоять, кто практикует данную технику. А основная цель наших занятий – это укрепление здоровья подрастающего поколения и взрослых также. Стиль винчун или техника деревянного манекена – одна из мастерских техник кунг-фу. Всего в кунг-фу 5 дисциплин, однако в турнире используют не все. Три дисциплины мы здесь представляем. Это кунг-фу уи, демонстрационная техника, как раз то, что спортсмены сейчас у нас показывали. Кунг-фу дадзинь – это бои на мягких нетравмоопасных мячах. Они в защитной экипировке и уже фехтуют. Там уже в полный контакт идет фехтование. И еще одно направление – это кунг-фу туй-шоу, выведение из равновесия. Участники состязаний подчеркивают – кунг-фу – эффективное единоборство, у которого растет число последователей. И юбилейный турнир – очередное тому подтверждение. Он собрал людей из разных уголков страны от 5 до 78 лет. Некоторым из них удалось получить звание кандидата в мастера спорта. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком.